Как получить максимальную прибыль при падении рынка? Сегодня речь пойдет об этом. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я расскажу о том, как получить максимальную прибыль при падении рынка. И это видео будет понятно всем, кто прошел курс по опционам и фьючерсам, и кто понимает фьючерсы. Ну, а тем, кто не понимает, я надеюсь, что тоже постараюсь, чтобы было доступно. Итак, посмотрите. Мы все помним, что где-то с февраля месяца все индексы, все акции начали валиться из-за того, что вроде как коронавирус, там начало все закрываться, закрываться производство, пандемия там и так далее. И индексы пошли падать. Вот они падали, потом, ну, уже известный график, США понизили ставку рефинансирования, ставку ФРС, и, значит, немножечко это позволило при поднятии, ну, то есть, как бы индекс и падение остановилось, но потом снова падение продолжилось, потом власти начали очень сильно печатать деньги, включили по полной программе КУЕ, и это дало результаты, потихонечку индексы начали расти, и сейчас они выросли до кризисных уровней, буквально вот до максимальных уровней, которые были, и не знаю, уже обновился максимум или нет. Но меры по понижению ставки, уже ставку понижать некуда дальше, хотя Трамп говорит, давай еще понизим. Вот, деньги печатать, все программы стимулирования, они уже, в общем-то, закончились, вот выплата денег тем, кто потерял работу, временно или постоянно. То есть, есть подозрение, что, ну, в общем сказать, есть подозрение, что рынок снова может упасть, и в этой связи, как заработать на падении рынка. Ну, казалось бы, достаточно просто это взять и продать фьючерс, но фьючерс на индекс S&P 500 у нас не очень котируется, у нас котируется фьючерс на индекс RTS. Давайте посмотрим сейчас, как вел себя индекс RTS в это время. Вот сейчас вы видите индекс RTS, вот он, сентябрьский. То есть, это фьючерс, он имеет срок, там у него есть другие параметры. Ну, то есть, короче говоря, он тоже восстановился. Вот. Что можно сделать? Первый вариант. Можно продать фьючерс. Если мы продаем фьючерс, то мы зарабатываем деньги пропорционально падению индексов. Второй вариант. Мы можем купить опцион PUT. И опционы PUT, те, кто уже курс прошел по опционам, знают, что опционы PUT существуют с различными страйками. И эти страйки, разница между страйками 2500 пунктов. Если мы продаем, скажем, в short фьючерс, то у нас прибыль, говорят, не ограничена и убытки тоже не ограничены. Потому что фьючерс работает как туда, так и обратно. То есть, если мы ставим на падение, а фьючерс вдруг начал расти, то наша прибыль, наши убытки, ну, мы не угадали, наши убытки не ограничены. Если мы покупаем опцион, то наши убытки ограничены премией опциона, а прибыль у нас не ограничена, вроде бы, да? Вот. И третий вариант, который я хочу рассмотреть, это покупка спреда. В частности, PUT спреда. И вот сейчас мы сравним по прибыльности различные вот эти инструменты. Для этого я составил табличку. Итак, смотрите, ну, прибыль неограниченная нам ласкает слух, конечно. Но насколько она не ограничена? Давайте уже будем реалистами и давайте смотреть. Ну, вряд ли, вряд ли индекс РТС вырастет выше 100, там, ну, скажем, вот. Я заложил 137 500. Вот это вот сейчас нарисую. Вот, 137 500. Вот, максимальное значение индекса, который я считаю, что он вырастет. И минимальное значение, на которое он может упасть. Вот, ну, давайте будем реалистами 120 тысяч. То есть, смотрите, если мы продали фьючерс, то мы получим здесь вот где-то 132 тысячи. 132 минус 120, получается 12 тысяч прибыли. Если он вырастет сюда, то мы получим минус 5500 убытка. Ну, в пунктах имеется в виду. Ну, тем не менее, это очень близко к рублям. Вот, итак, мы получаем, если фьючерс, то если мы не угадали, то мы получаем убытки, что логично. Если индекс падает, то мы получаем прибыль. Что с опционами? С опционами все совсем не так. Опционы – это инструмент нелинейный. Вы знаете, что убытки ограничены, если мы покупаем, а прибыль не ограничена. Но, опять же, прибыль не ограничена, а прибыль опцион – это разница между страйком и текущей ценой на момент закрытия. То есть, давайте рассмотрим, что будет, если самый худший вариант, то есть, мы построили вот эту стратегию, которая на падение, а цена РТС вдруг выросла. Это самый худший вариант для нас. Если мы угадали, и цена упала до 120 тысяч пунктов, самый лучший вариант, то есть, мы угадали, и при какой стратегии будет лучшая штука. Итак, смотрим. Вот я составил такую табличку специальную. Смотрим на нее. Смотрите, вот я поставил цена текущая – 132 тысячи. Самый лучший вариант – индекс упал до 120 тысяч. Самый плохой вариант – индекс повысился до 137 500. Мы покупаем, вернее, открываем позицию в Short Futures. Итак, цена – 132 тысячи. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы продать один фьючерс в Short, мы должны на счете иметь гарантийное обеспечение, которое у нас блокируется. Это гарантийное обеспечение для того, чтобы продать фьючерс – 25 269 рублей. То есть, если у вас есть 25 269 рублей, ну, грубо говоря, 26 тысяч, то вы можете продать один фьючерс. Мы можем купить в то же время опционы PUT с разными страйками. Страйки такие. Я выбрал 132 тысячи 500. Напомню, что сейчас цена 132 тысячи примерно. Страйк – 132 500, 130 тысяч, 127 500, 125 тысяч, 122 500, 120 тысяч. И я взял 117 500. Вот, смотрите. Цена – 132 тысячи за фьючерс. Ну, то есть, мы продаем актив за 132 тысячи. 132 тысячи пунктов. Как бы, это цена. И денег нам нужно для этого 25 269 рублей на счете. Теперь дальше. Опцион PUT. Премия за этот опцион. Я просто смотрел в табличку. Сейчас она меняется постоянно. В табличку опционов. Премия за опцион PUT 4430 рублей. И при… В зависимости от страйка премия… Ну, все понимают, что премия уменьшается. Потому что здесь вот уже, ну, практически, кроме 132 тысячи 500 страйка, всюду эта премия только временная стоимость. Кто проходил курс по опционам, я повторяю, это знает. Кто не проходил, ну, что делать? У вас есть шанс. Теперь дальше. ГО. Сколько денег надо иметь на счете? Смотрите, для того, чтобы продать фьючерс 25 269 рублей, для того, чтобы купить один опцион PUT, нам надо иметь всего 6483 рубля. С этим страйком 5272, с этим страйком 3988, 2982, 2224, 1652, 1234, и дальше уже спреды идут. Вот. То есть, смотрите, уже первый же опцион в три раза, как минимум, ну, почти в четыре раза, дешевле, чем фьючерс. То есть, нужно иметь денег намного меньше, для того, чтобы уже, ну, захеджировать, грубо говоря, свои позиции от падения. Теперь дальше. Максимальная прибыль, которая будет получена. Здесь очень просто все считается. Минимальная цена 120 тысяч минус 132, 12 тысяч рублей. Здесь максимальная прибыль, которая получается, 8070 рублей. Как она считается? Она считается разницей между страйком опциона и ценой на момент закрытия, а это 120 тысяч, и за вычетом премии. То есть, вы видите, вот она. Страйк минус цена закрытия, минус, это формула, минус премия. Здесь у нас 12 тысяч прибыль, здесь 8 тысяч, здесь 6620, здесь 4960, здесь 3100, здесь 1090, теперь страйк 120 тысяч, прибыль 0. Мы не получим прибыли, потому что мы ничего не получим. Здесь мы тоже ничего не получим. То есть, мы потеряем все деньги. Прибыль, ну, минус 1050, грубо говоря. Здесь максимальный убыток 5500 рублей. При неблагоприятном стечении обстоятельств фьючерс дает, ну, неограниченный убыток, но на самом деле он ограничен тем ростом. Вот 5500. Здесь 4433, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Максимальный убыток. Убыток. Ну, с опционами понятно. Максимальный убыток ровно соответствует премии опциона. Все. То есть, мы больше не потеряем, чем премия опциона. Мы ее потеряем. Но мы-то все считаем в процентах, поэтому давайте посмотрим. Для того, чтобы получить вот эту прибыль в 12 тысяч, мы должны иметь 25 тысяч рублей на счете с лишним. Я посчитал прибыль в процентах ГО к тем деньгам, которые мы должны иметь на счете. Правильно? Нам же это интересует. Прибыль к нашему депозиту. Здесь прибыль составляет 47% при самом лучшем стечении обстоятельств. Здесь прибыль уже 124%. 126%, 124%, 104%, 49% и дальше прибыль нулевая. Итак, в процентном соотношении прибыль получается намного больше от покупки опционов ПУД. Убытки. Убытки. Смотрите. Убытки 5500 к 25000 получается 22%. Здесь убыток практически всюду. В общем-то 68% от 68% до 63%, но в среднем 64% убыток. То есть мы теряем премию просто. И по отношению к ГО вот такие убытки. Теперь очень важный момент. А сколько же, скажем, вот этих активов, которые мы, если у нас имеется на счете, например, 100 тысяч рублей. Я решил посчитать, сколько на 100 тысяч рублей мы можем купить вот этих вот позиций. Фьючерсов шорт мы можем 4. Ну, там меньше чем 4 получается, 395. Я просто, это округление. Опционов 15. Опционов 130-го страйка 19. Этих опционов 25. Этих опционов 33. Этих опционов 45. Ну, и так далее. Понимаете, да? И максимальная прибыль. Что я сделал? Я взял и количество активов умножил на максимальную прибыль. Вот она. Получилась у меня. Максимальная прибыль, если я продам фьючерс в шорт, 47,5 тысяч рублей. Если я покупаю опцион, то моя прибыль, вот этот опцион, на все депо, грубо говоря, да, понимаете, да, на весь депозит, у меня максимальная прибыль 124,5 тысячи рублей. Если 130-й страйк, то 125,569. И дальше, в общем-то, 124,103 тысячи 49 тысяч. Ну, вывод получается очевидный достаточно, что максимальная прибыль получается ближайший страйк, который ниже, чем цена текущая. Вот вывод такой. Это простая покупка опциона. Если цена ушла не туда, то, то есть выше, чем страйк, то, соответственно, вы теряете все деньги. То есть вы, здесь вы получаете, сколько там, 47 процентов, а здесь вы получаете 124 процента прибыли. Но зато, если цена пошла не туда, здесь вы теряете 22 процента, здесь вы теряете, ну, все, что вложили, грубо говоря. Вот так. Вот. Ну, или там 50 процентов, больше, чем 50 процентов вам брокер не даст. Да нет, все, все можете потерять на самом деле. Вот. Здесь вы теряете все. То есть риск увеличивается, прибыль увеличивается. Но, если мы уверены, что вот пошло глобальное падение, все, полная катастрофа, то, в принципе, в этот момент, конечно же, опционы приоритетней. Но для того, чтобы купить опцион ПУД, вот этот вот даже, да, нужно в районе там 5272, то есть в районе 6 тысяч рублей иметь на счете. Потому что, смотрите, премия 3380, почему-то ГО 5272. Ну, не знаю, почему вот так у меня получилось. Вот. А теперь, что будет, если мы покупаем спред. То есть мы один опцион покупаем, а который ниже продаем. Получается, что мы получим в самом лучшем исходе разницу между двумя страйками. Опять же, кто проходил курс по опционам, тот поймет. Разница между двумя страйками. Это 2500 рублей. Все фиксировано. Больше мы не получим прибыли. То есть, если мы покупаем спред 132,5-130, то что у нас получается? Мы тратим, мы одну премию платим, вторую премию получаем. И наш максимальный убыток, вот он, разница между двумя премиями. В данном случае здесь спред, который, ну, от максимального, от центрального страйка и ниже. 1050. Дальше. 840, 640, 490, 360, 270. Это премия, это максимальный наш убыток, который мы теряем. Посмотрите, со спредами. Смотрите, здесь мы теряем 4430, здесь 1050. То есть, спред в 4 раза выгодней. Спред в 4 раза выгодней. Однозначно получается. Правильно? Вот. Теперь дальше. ГО. Здесь мы для того, чтобы купить вот этот вот опцион пут, мы должны иметь вот такое. ГО 6483. Мы его покупаем сначала. Потом продаем вот этот опцион. 5272. И суммарное ГО, которое у нас блокируется, ну, практически равно разнице между этими двумя ГО. То есть, 1211. Понимаете, да? Почему пут спред это лучше, чем просто пут. Вот. И, соответственно, 1211, 1284, 1758, 572 и 418 рублей блокируется на счете. Это только если мы вот просто одновременно все покупаем. А там можно еще и по времени сдвинуть. И если по времени сдвинуть, то вот это вот ГО, которое резервируется, можно свести к нулю. Да, в общем-то, и к нулю можно свести разницу между премиями. Если сначала, например, купить опцион пут, потом цена понизилась, а мы продаем следующий опцион, который ниже. И, соответственно, мы получаем на 2500 рублей, а вложили ничего. То есть, у нас полностью освобождается ГО. Если вы поняли, что это такое, ребята, это вообще фантастиш. Вот. Максимальная прибыль, которая получится. Смотрите, максимальная прибыль, которая получится, вот у меня формула. 2500 рублей, она фиксированная у спреда, минус премия. А премия у нас, вот она. То есть, 2500 рублей, минус премия. И вот здесь вот прибыль, ну, вы видите, она примерно одинаковая. Но чем ниже, тем премия, ну, в смысле, максимальная прибыль увеличится. То есть, чем ниже отстает пут спред, тем выше прибыль. Максимальный убыток. Ну, максимальный убыток соответствует премии, тут ничего нового. То есть, мы затратили на него, и вот столько. То есть, мы за 490 рублей покупаем, грубо говоря, надежду заработать 2500 рублей. Минус 490, вот, собственно говоря, наша прибыль. Теперь в процентах к ГО. Смотрите, здесь было 47%, здесь 124. При спреде 120%, 129, 185, 265 и 374%. Максимальный убыток, посмотрите, практически такой же, как на просто опционах. Выводы сейчас сделаем. Сколько можно купить спредов при депо 100 тысяч? Здесь фьючерсов можно продать 4. Опционов пут 15, 19, 25, 33, 45, 60 и 81, соответственно, опционов можно купить. Здесь 82. 77 почему-то. Я думаю, что здесь какая-то ошибка. 99, 131, 174, ну и здесь 239. И максимальная прибыль, которая будет получена, здесь 119 тысяч, 129 тысяч, 184 тысячи, 265 тысячи, 374 тысячи. И следующий пут спред 0. Что это значит? А это значит, возвращаясь к графику, смотрите, вот смотрите, вот чем точнее мы угадаем вот эту нижнюю границу и купим здесь пут спред, тем больше мы получим прибыли. Ну а какая оптимальная стратегия? Ну я думаю, что вот надо рассчитывать на падение до 125 тысяч. Ну опять же, я смотрел, вот данные я брал вот из этой таблички. Это табличка РТС 920 и у нее срок экспирации 17 сентября 2020 года. Вот примерно такой вот пут спред. То есть смотрите, вот она, граница, до которой мы думаем, что он упадет. Вот купили и получили. Но мы вложили, здесь максимальная прибыль, я умножил. Мы купили 175, грубо говоря, пут спредов, получили 374 тысячи рублей. Вот, 374 процента, но при этом мы рисковали 100 тысячами рублей. Вот, то есть риски огромные, но если мы точно знаем, что вот блин наверняка упадет, то есть если какое-то глобальное падение начинается, надо покупать пут спред. Вот такой простой вывод. И получать, ну, хорошие деньги. То есть в разы больше, чем мы вложили. Там есть еще варианты различные. Здесь бесконечное количество вариантов, которые могут быть. И здесь можно сказать, ну, огромный простор для творчества. Но вот я сильно упростил задачу на самом деле. Но факт тот, что, смотрите, мы смотрим на график, оцениваем максимальное падение. И вот покупаем пут спред. Вот, видите, максимальное падение. Вот он, пут спред. Я надеюсь, это видео будет полезным, ну, точно будет полезным всем тем, кто прошел курс по опционам. Потому что, ну, то есть для размышления информация. Кто не прошел курс, ссылочку вы можете увидеть вон там или вон там на значке i. Demetkov.ur.com И там выбрать, соответственно, курс по опционам. Если вы вообще ничего не поняли, то сначала надо курс биржи для чайников потом. Ну, если вы не проходили, то вы получите и курс биржи для чайников, и курс по опционам. Вот. Если вы, ну, уже проходили курс биржи для чайников, для вас цена там будет в два раза ниже. Вот. Но факт тот, что если вы хотите застраховаться, надо страховаться, во-первых, опционами, а во-вторых, надо понимать все риски. О рисках я говорил, я предупреждал, что, смотрите, если вы как бы вкладываете в опционы, значит, там максимальные деньги, то, ну, то есть надо знать наверняка, что индекс пошел валиться. Вот. И еще один момент, смотрите, что происходит. Ну, как говорят, медведь вываливается в окно, а бык медленно ползет вверх. Вот здесь наглядно это видно. То есть, если падение происходит, оно происходит очень резко, очень скачкообразно, поэтому надо этот момент ловить. То есть, здесь надо быть в теме, надо ловить момент, когда пошло, и когда пошло, ну, надо ожидать, что будет продолжаться. Здесь надо путь спред и, в общем-то, покупать. Риски большие, но зато прибыли тоже огромные. И этим вы обезопасите себя. Ну, а еще я могу сказать, что не надо играть, конечно, на полную катушку, а надо просто использовать это дело для хеджирования. Вот. Ну, собственно говоря, на сегодня все. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк. Думайте о том, что я рассказал. Можете пересмотреть, если кто-то что-то не понял. Ну, до встречи. С вами был Демитков Юрий.